Это потрясающее хамство. По официальному отчёту уже потрачено 477 миллионов евро. Друзья, у нас сегодня вторник, и вторник не простой, а нашей любимой музейной недели. Музейная неделя проходит каждый год, и на каждый день организаторы дают какой-то хэштег, какую-то свою тему. И у нас сегодня хэштег «За кулисами». И это очень интересная тема, потому что на самом деле в музеях за кулисами происходят очень интересные вещи. И сегодня мы поговорим про один шедевр, который даже входит в семёрку чудес света. Это пергамский алтарь. Почему мы про него будем говорить именно сегодня? Потому что, к сожалению, начиная с 2013 года, это огромное чудо света всё никак не может предстать публике. Нельзя на него посмотреть сейчас. Потому что оно находится в Берлине, на музейном острове. Одно из зданий, пергамский музей, так и называется его, назвали в честь вот этого пергамского алтаря. Потому что в своё время это здание было построено, чтобы экспонировать этот огромный шедевр. На сегодняшний день, 2021 год, сам алтарь отреставрирован, но продолжается реставрация этого огромного здания. И немцы, к сожалению, очень серьёзно уже затягивают сроки сдачи. По проекту здание должно было уже впустить посетителей в 2018 году. И сейчас, перед тем, как записывать это видео, я проверила тоже на их официальном сайте. Год сдачи 2025-й. Это потрясающее хамство. И более того, на сайте написано открытие посещения через год от сдачи этого здания. То есть мы в лучшем случае сможем увидеть этот пергамский алтарь не ранее 2026 года. Я лично его сама вживую не видела никогда, поэтому мне вообще про него сложно будет что-то говорить. Кстати, на официальном сайте я ещё выписала, сколько денег они потратили. По официальному отчёту уже потрачено 477 миллионов евро. И нам как раз этот пергамский алтарь тоже в тему, потому что мы уже вчера начали разбирать эллинизм. И как раз мы с вами говорили про три главных культурных центра, которые мы выделяем для этого периода. И один из них — это как раз пергам. С него и начнём. Пергамский алтарь — это как раз то чудо света, то произведение искусства, которое относится к этому противоречивому периоду эллинизм. Нашли этот огромный алтарь в городе Пергам? Это на побережье Турции напротив Греции. Сам алтарь — это был такой жертвенник огромный, посвящённый Зевсу. Что же самое ценное у этого огромного памятника? Огромный фриз, на котором изображены сцены из сюжета мифологии Гигантомахии. Это война олимпийских богов с гигантами. И как раз до нас доходят 97 огромных тяжёлых плит, на которых великолепные абсолютно скульптуры, выполненные в гоу-рельефе. То есть это высокий рельеф. Скульптуры, они прямо парящие в бою фигуры. Это, конечно, потрясающее произведение. Оно до нас доходит в неплохой сохранности. К сожалению, большинство лиц сколото. Но это варварство происходило уже в христианское время. Этот алтарь называли троном сатаны. Но всё равно до нас доходят прекрасные скульптуры. И даже без лиц чувствуется вот эта огромная экспрессия, потрясающее мастерство. Это такая буря эмоций, драма настоящая, баталия, боевик даже. Но самое интересное то, что пока немцы нам всё никак не могут явить этот замечательный шедевр, мы имеем возможность всё равно насладиться замечательного качества копии, слепками с этого алтаря. И находятся они в Академии Штиглице в Петербурге. Это учебное заведение. Я не знаю, насколько сейчас открыт доступ. Он экспонируется в так называемом молодёжном или световом зале. Там, где лестница у них такая красивая, большая. И у этих слепков, которые находятся в Академии Штиглице, у них тоже очень интересная история. Дело в том, что когда-то этот замечательный пергамский алтарь чудесным образом экспонировался в Эрмитаже. После Второй мировой войны, как трофей, он был вывезен из Берлина и попал к нам в Малый Эрмитаж. До сих пор меня удивляет, каким образом вообще это здание выдержало огромные эти глыбы. Потому что немцы сейчас, когда ведут реконструкцию здания, они как раз пишут то, что главная проблема — это тяжесть алтаря. И они выявили то, что если здание не реконструировать, не принять какие-то меры, то именно из-за тяжести этого алтаря, этот музейный остров в Берлине, он будет проседать. Но наше Эрмитажное здание ничего выдерживало. Выдерживало аж до 1957 года, когда было решено все-таки вернуть этот пергамский алтарь народам ГДР. Обратно он отправляется в Берлин. Но перед тем, как его отправить, с фриза делаются слепки. И слепки делаются абсолютно первоклассного качества. Были задействованы специальные московские инженеры. Слепки эти гипсовые. И они даже не просто белый гипс. Даже были скопированы все эти патины на скульптурах. То есть там схожесть максимальная. В клипе у Ленинграда есть как раз момент, когда там женщина-экскурсовод покидает свою экскурсию, идет, танцует. И как раз она выходит в этот световой зал Штиглица, где огромная лестница. И там как раз можно увидеть на стене фриз. Это и есть эти замечательные тонированные копии, слепки с одного из чудес света пергамского алтаря. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.